Да. Ну, если только после работы. Отлично. Восемь. Договорились. Здравствуйте. Добро пожаловать в инициативу Андромеда. Меня зовут Алекс. Приятно познакомиться. Угу. Отлично. Итак, вы, скорее всего, волонтёр, да? Да. Замечательно. Сейчас я проверю. Могу я узнать ваше полное имя? Угу. Так. Да, есть совпадение. Вы оставляли заявку. Угу. Я нашёл вас в нашей базе данных. Но, насколько я вижу, к сожалению, отсутствует какая-либо информация о вас, кроме вашего полного имени. Это очень странно. Либо заявка была заполнена не до конца, либо что-то потерялось. Иногда такое бывает. Мы принимаем большое количество заявок. Хорошо. Ну, что ж, давайте тогда восполним этот пробел. И я внесу всю необходимую у вас информацию в нашу базу данных. Замечательно. Итак, ваше полное имя. Я уже знаю. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Хорошо. И место рождения. Замечательно. Так. Какова ваша специальность? Здорово. Это очень хорошо. Нам нужны такие люди. Каков ваш опыт работы? Отлично. Владеете биотическими способностями? Угу. Так. Есть ли у вас военная подготовка? Нет. В этом нет необходимости, но это никогда не бывает лишним. Угу. Так. Ну что ж. Сейчас будет несколько личных и, может быть, не совсем корректных и приятных для вас вопросов. Хорошо. Хорошо. Итак. Ваши сексуальные предпочтения? Да, теперь это важно. Хорошо. У вас есть семья? Близкие, родители, братья, сёстры, родственники? Угу. Хорошо. Я понял вас. Так. А состоите вы сейчас, я имею в виду, в каких-либо отношениях романтических? Да, это тоже важно. Хорошо. Я понял. Так. Угу. Ещё парочка личных вопросов. Ваши близкие, ваши, скажем так, хорошие, лучшие друзья поддерживают ваше решение о том, чтобы вступить в инициативу Андромеда. Ну, иногда это играет довольно весомую роль в принятии этого решения. Хорошо. Я вас понял. Ну, что ж, на этом личные и не совсем корректные вопросы. Я думаю, можно закончить. Хорошо. Едем дальше. Итак, я должен у вас спросить. Осознаёте ли вы до конца, что ждёт вас здесь? Нет, я имею в виду другое. Позвольте мне объяснить. Инициатива Андромеда — это, в первую очередь, исследовательская миссия. Мы обычные люди. Инженеры, врачи, работники, специалисты. Ну, некоторые из нас военные, но это в меньшей степени. Все мы пришли сюда, чтобы воплотить нашу мечту в реальность. С детства мы мечтали увидеть новые звёзды не только в нашей галактике Млечный Путь, но и за её пределами. И мы хотим увидеть новую жизнь, новые планеты, возможно, новые цивилизации в галактике Андромеда. Именно поэтому мы здесь. Хорошо. Но вы должны понимать, что это не просто поездка. Как будто бы вы отправились в отпуск в другую страну. Ну, это намного больше. Вы осознаёте это? Ну, что ж. Я постараюсь объяснить это немножечко в более жёсткой форме. Вы всего лишь один из двух тысяч человек, который отправится в другую галактику. Галактику Андромеда. На космическом ковчеге Гиперион. Мы будем лететь 600 лет. Шесть сотен лет мы проведём на борту этого ковчега. Всё это время, ну, большую его часть, мы будем находиться в криостазисе. Ну, проще говоря, спать. По прибытию в точку назначения в галактике Андромеда нас разбудят. Ваши родственники, ваши близкие, ваши друзья, домашние животные, в конце концов, все до единого будут мертвы. Вы готовы к этому? Подумайте ещё раз, я не тороплю. Это билет в один конец. Вы не сможете изменить своё решение в середине пути. Вы готовы? Ну что ж, отлично. Я рад это слышать. Здесь, в Андромеде, нам нужны, нам очень нужны сильные духом люди. Итак, и в заключении, некоторые вопросы касательно нашей инициативы. Хорошо были ли вы с ней знакомы? Угу. А что вам известно о золотых мирах? Угу. Угу. Ну да, в общем и целом, золотые миры — это планеты в галактике Андромеда, которые, скажем так, пригодны для жизни человечества. И в первую очередь мы отправляемся в другую галактику для того, чтобы подыскать новый дом для человечества. Наша миссия — это не только попытка найти обитаемые миры, чтобы мы смогли переселиться на другие планеты. Это еще и жест мы, я имею в виду человечества, должны показать всей галактике, что мы не только военная сила. Ну, я думаю, война первого контакта еще свежа в вашей памяти. Мы должны доказать всей галактике, что мы можем соседать. Мы можем создавать пригодные для жилья миры. Мы можем колонизировать планеты в других галактиках. Ну, вы понимаете меня. На нас лежит очень большая ответственность. Хорошо. Ну что ж, на этом вопросы заканчиваются. Я должен вас проинформировать, что если вы пройдете отбор и попадете в нашу команду, скажу вам по секрету, вероятность этого очень велика, так как нам катастрофически не хватает людей вашей специальности с таким опытом работы. До того, как вы попадете в инициативу, вы пройдете полное медицинское обследование, включая тестирование состояния вашего психологического здоровья. Ну, вы понимаете, мы должны быть уверены в участниках нашей миссии, миссии в участниках нашей, скажем так, экспедиции будет очень-очень неприятно, если кто-то из ее участников психологически сломается в самый трудный и неподходящий момент. Вы должны быть уверены, что здесь собраны только лучшие и крепкие люди. Я имею в виду... Ну, да, вы понимаете меня. Ну что ж, через пару дней после нашей с вами беседы с вами свяжутся и расскажут о результатах и назначат медобследование. Но, опять же, повторюсь, скорее всего, вы попадете в нашу команду, и, значит, медобследование будет ваше в конце следующей недели, скорее всего. Так что подготовьтесь, отнеситесь к этому серьезно. Это не просто как беседа сейчас наша с вами. Это уже ответственный шаг. И я хочу вам сказать, что достаточно большое количество людей отсеивается на этом этапе. Даже гораздо больше, чем здесь при собеседовании. Да, 600 лет полета даже в криостазисе могут выдержать далеко не все. Ну, я уже молчу о тех условиях, которые могут нас ожидать в другой галактике. Это не так уж и просто. Ну что ж, закончим нашу с вами замечательную беседу. И сейчас, в ее завершении, я должен буду быстренько проверить ваше общее состояние здоровья. Ну да, мне нужно будет это отметить в вашем профайле, в нашей базе данных. Хорошо. Итак, сейчас я подобьюсь здесь кое-какие данные. А вы, пожалуйста, пройдите вот туда, там, вот там, где медицинские стенды. И подождите меня буквально пару минут. Хорошо? Спасибо, я скоро. Так, а вот и я. Вижу, вы тут уже освоились, кое-какие познакомились. Хорошо. Это очень хороший навык. Ну что ж, давайте приступим к нашей быстрой медицинской проверке. Итак, пожалуйста, смотрите на мои пальцы. Смотрите сюда. Посмотрите сюда. Так, следите. Сюда. Сюда. Хорошо. Теперь следите за пальцами, только глазами. Голову не двигай. Хорошо. Хорошо. Угу. Так. Сами чуть-чуть. Угу. Отлично. Итак, сейчас я буду проверять реакцию ваших зрачков на свет, а также просто посмотрю в глаза немного поближе и буду использовать для этого фонарик. будет достаточно ярко и, может быть, немного неприятно. Заранее извиняюсь за это. Так. Хорошо. Такс, 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 такс. Пожалуйста, проследите за светом, глазами. Ага. Следите за движением река. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Так. Посмотрите вниз. Ну, там ничего интересного. Посмотрите наверх. Хорошо. Посмотрите налево. Посмотрите направо. Так. Смотрите прямо. Еще немножечко. Буквально пару секунд. На мой взгляд, все в порядке. Ну что ж, тогда переходим к вашему слуху. Сейчас я буду шуршать вот так вот пальцами. Рядом с вашим ухом. С левым и рядом с правым. Затем я буду отдалять пальцы все дальше и дальше. И вам нужно будет сказать, в какой момент вы уже не слышите этот звук. Так. Начнем с левого уха. Правое, пожалуйста, вот так ладонью плотненько прикройте. Итак, пальцы. Слышите звук? Хорошо. Давайте еще раз. Отлично. Теперь то же самое, только закрывайте левое ухо, а журшать я буду вправо. Так, пальцы. Слышите звук? Хорошо. Еще раз. Отлично. В целом, как оцениваете состояние вашего слуха? Не жалуйтесь на что-либо. Ну, на мой взгляд, все тоже в полном порядке. Но я не врач. Итак, сейчас я приступлю к следующим тестам. Я надену перчатки, и мне необходимо будет немного потрогать ваше лицо. Осмотреть черепные нервы, их функционирование, а также проверить функционирование лицевых мышц. Хорошо. 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 Итак, одну секундочку. Как-то я сегодня подозрительно быстро надеваю перчатки. Я немножко подогрею их. У меня холодные руки. Зато сердце горячее. Да, очень смешная шутка. Согласен. Так. Ну что ж. Давайте начнем. Сейчас я попрошу вас выполнить пару забавных упражнений. Ага, вы уже делали такие? Да, это прямо как на приеме у врача. Итак, пожалуйста, поднимите брови вверх. Ну да, как будто мы вам сказали, что вы подходите в качестве участника инициативы Андромеда. У меня были примерно такие же брови, когда я об этом узнал. Так, теперь, пожалуйста, нахмурьтесь. Да, как будто мы и вы узнали, что не подходите нам. Ну да, у меня было бы, наверное, примерно такое же лицо. Хорошо. Так, теперь, пожалуйста, надуйте щеки. Хорошо. Так. Так, замечательно. Ага, отлично. Теперь, пожалуйста, стесните зубы. Угу. Сильнее можете? Хорошо. Просто отлично. Угу. Теперь, пожалуйста, широко улыбнитесь. Ну, как, как можете, как получится. Ага, продолжайте улыбаться. Замечательно. Теперь откройте рот. Угу. Еще шире. Угу. Угу. Так, так, так. Скажите «а». Угу. Хорошо. Теперь высуньте язык. Угу. Еще можете. Замечательно. И теперь попробуйте снова сказать «а». Угу. 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 Вернуться до кончика собственного носа указательным пальцем. Да, сначала на левой руке, и потом на правой. Угу. Ага. Замечательно. Итак, давайте начнем с левой руки. Отлично. И теперь правой. Угу. Угу. Великолепно. Открывайте глаза. Ну и теперь финальный и самый важный тест. Можете ли вы сделать вот так? Угу. Отлично. Отлично. Ну что ж, избавляюсь от перчаток и унесу все необходимые данные в ваш профайл. Ну, а вообще-то это была шутка. Простите, не смог удержаться. Я... Ну да, извините. Итак, на мой взгляд, с вашим здоровьем все в порядке. Не вижу никаких отклонений. Угу. Так, я забыл кое-что спросить. Занимаетесь ли вы спортом, физические нагрузки? И еще я забыл узнать ваш размер одежды и обуви. Пригодится. И обуви. Хорошо. Итак, опять же немножечко проспойлерю вам результаты. Скорее всего, вы пройдете отбор и окажетесь в инициативе. Поэтому я настоятельно порекомендую вам готовиться к медобследованию на следующей неделе. Ну, конечно же, не хотелось бы излишне обнадеживать вас, но нам катастрофически нужны люди вашей специальности с таким большим опытом работы. Хорошо, хорошо. Был рад с вами познакомиться. Пожалуйста. Я думаю, что, скорее всего, еще увидимся. Да. До свидания. Всего доброго. Так, давайте сделаем кое-какие пометки. Кандидат номер 5382. Так, пригодность очень высокая. Навыки. Так. Необходимо провести повторную проверку информации. Так. Каких-либо первичных обнаружений. Подсоставление здоровья не обнаружено. Ну что ж, вроде бы все.